Ровно два месяца понадобилось этим лотосом, чтобы зацвести полным цветом. Понять, что композиция сделана из яичной скорлупы, может только тот, кто в курсе новых тенденций в рукоделии. По словам автора этой работы Ольги Григорьевой, ей понадобились изрядная доля терпения, скурпулезность и пинцет. Сама я из Дальнего Востока. Очень нравятся эти цветы, красивые, необичаемые лотосы. И поэтому захотела их воплотить в такой работе. Сначала яичная скорлупа готовится, промывается, очищается от пленки, а потом уже наносится рисунок, эскиз, и пинцетиком выкладывается. Красоту можно создать без лишних трат, считает Ольга. И подтверждение тому – работы мастерица Саница Анапская. Кто-то предпочитает эко-материал, кому-то по душе привычные виды творчества – вязание крючком или вышивка. Сейчас все совершенствуется. Материалы какие-то находят удивительные, из которых превращаются в такие произведения. Мы знаем, что у нас очень народ такой творческий. И всегда, помимо той своей профессиональной деятельности, он еще участвует в таких художественных выставках, художественных выступлениях, концертах. Самодеятельность, говорят эксперты, это как минимум еще и мощная арт-терапия. Впрочем, жюри отметила, сегодня было представлено много действительно профессиональных работ. Это касается и прикладного творчества, и концертных номеров. Причем возраст участников от 18 до 70 лет. Теперь победители этого этапа фестиваля «Во славу Кубани на благо России» перейдут в следующий – «Зональный». Он пройдет в середине ноября в Анапе. Власа Царева, Анапа-регион.